И всем здрасте! Сегодня у нас видео про жуков долгожданное. Здесь у меня жучата. Я их так в тазик скинула и прикрыла, чтобы они не разлетелись. Это вот я для них подготовила землю. Здесь уже опад замешан. Вот там он в земле. Я его перемешала. Это крышечка, это будет их кормушка в домике. Здесь проточная вентиляция, сеточка с двух сторон сделана. Вот, чтобы не было плесени, чтобы хорошо вентилировался воздух. Сам лоток такой достаточно объемный, так что жучатам хватит. Они не особо крупные, не такие, как мои африканские бронзовки. Вот, кстати, они уже сбегают. В общем, тут они у меня в перемешку с коконами. Сидели вот в этой земле, вылупляли. Сейчас я их буду отсюда отбирать и пересаживать в их новый домик. И посмотрю заодно, сколько коконов у меня вылупилось, а сколько еще нет. Кошка играет с крышкой от бутылки, как всегда. Жуки, короче, пытаются разбежаться. Я их накрываю тут от кошек, потому что кошки просто не дают снимать. В общем, вот. Так, не лететь. Первого запустила. Вот он бегает, бегает, бегает. Это второй у нас. Смотрите, какие они разные. Вот этот желтенький, вот бежит, бежит. А вот тот, который упал, он оранжевенький. Вот еще третий к ним. Вот. Сейчас хорошо видно. Что-то запутался тут один крендель. Ну вот, такие хорошие жучата. Вот этот прям оранжевый какой-то. А эти зелененький. Этот зеленый. Этот тоже желтоватый, но зеленый. А тут оранжевый. Остальные что-то попрятали. Сейчас буду искать. Вот, три жучка в новом доме. Сейчас буду смотреть, сколько там коконов. Этих пока прикрою, а то они свалят. Итак, вот. В этом тазике у меня коконы. Будем смотреть сейчас. Так, это что? Целый, не целый? Понятно. Выглядит как будто целый. Я думаю, его надо уже открыть. Потому что он что-то совсем усох. Какой-то маленький. Окон. Это что? Это тоже какой-то усохший. Там кто-то болтыхается внутри. Это что? Целое? Тоже целое. Такая тут с дыркой. Кстати, заметила за этими жуками такую интересную тенденцию залазить вот в эти вот пустые в свои коконы. Я не знаю уже, зачем они в них забираются. То ли они в них ночуют, то ли прячутся друг от дружки. Ну, в общем, я часто такое за ними замечала, что они забирались в пустующие коконы. Итак, уже три пустых. Четыре. Вот, смотрите. Вот пойми его. Приоткрыто. Непонятно, то ли он еще не вылез, то ли уже залез. Нет, мне кажется, он то ли только открылся. Потому что крышечка была сверху. Я вот сейчас при вас эту крышечку убрала. Одной рукой очень неудобно. Смотрите, открыла кокон только что при вас. Он был приоткрытый. Я вот эту крышечку убрала. Вон он там даже накакал от страха бедной внутрь кокона. Кладу его к остальным пустым. И вот наш жучонок, вылупившийся в прямом эфире. Такое было. Перехватить. Такой красивый. Небольшой. Нет, ну... Они там разного размера вылупляются. Есть поменьше. Самки, соответственно. И самцы крупные. Надо его к остальным ребятам. Октябрятам. Так. Цеплючие. Вон этот уже все готов. Обалдеет. В общем, попозже им кормушку поставлю, а то они так все будут болтахаться вверх ногами. Двое зарылись, и двое вот остались на поверхности ползают. Давайте этих накроем, чтобы они не улетели. И продолжим искать вылупившихся. Так вот, опять кокон пустой. Убираем коконом. Еще один кокон с дыркой. Пустой. Еще один жук. Большой, красивый. Это пятый уже. Такой. Красавец. Как елочная игрушка переливается. Убираем его. Сколько тут у нас их четыре? Это пятый. Пятый жучок накрываем пышкой. Смотрим дальше. Еще один кокон. Коконов явно больше дырявых, чем жуков. Так что будем искать сейчас жуков в этой земле. Еще один дырявый. И еще один дырявый. Так, еще один закрытый. Еще один. Там есть небольшая разница в окукливании несколько недель. Так что я так думаю, что это вот это те ребята, которые окуклились чуть позднее. Так вот, еще один. Зеленый жук. Шестой по счету. Не хочет отцепляться, но надо. Так, жук. Вот. Что с ним делать? Какой красавица. Давай, отцепляйся. Все, пошел к братюм, к своим, к сестрам. Шесть уже штучек. Семь. Семь. не падать. Седьмой. Зелененький. Переливчатый. Еще кокон, тоже дырявый. Какой-то что? Тоже открытый. Вбираем. Вижу, восьмой. Большой тоже жук. Красивый какой. Тут вот что-то тоже блестит. Восемь, девять. В общем, вот, жуки на самом деле немного отличаются друг от друга. Вот эти вот крупные, ну, я так визуально вижу, что они немного разные. Вот эти поменьше, которые изумрудные, такие, с желтоватыми крылышками, а вот эти зеленые с оранжево-красноватым отливом. То есть, жуки различаются размером, цветом и формой. Вот здесь видно сейчас сравнение, что они немножко разные. Но я их пока всех вместе посажу, потому что они зеленые. Пускай вместе тусуются. Вот эти прямо определенно крупнее и зеленее. Может, попозже я их рассажу, посмотрю. так, трое. Вот эти прям большие, которые оранжеватые или красноватые. Вот видно разницу. Я, честно говоря, сбилась со счета, как всегда. По-моему, их было семьи, сейчас три. Значит, штук десять. чуть больше. Это не суть. В общем, десять штук коконов пустых очень много. Один жучонок уже успел подкинуться. Его почему-то очень сильно побили, оторвали все лапки. Я только сегодня нашла трупик. Так что его не будем считать. Так, в общем, было десять, грубо говоря. Вот, смотрите, они сами на руки прилипают. Вроде беру двух, а оказывается, трое в руках. вот и еще три больших зеленых жука крупные. Один какой-то неспокойный. В общем, вот этих двух сейчас посажу. Вот крылышки вот у этого как будто желтее, а у этого зеленее. Все-таки разница есть между ними. Цвет у этого более изумрудный, а у этого более салатовый такой. Я просто покупала личинок у двух разных продавцов. Мне сказали, что возможно руки будут отличаться чем-то, но не сильно. Поэтому их можно посадить вместе. 13 или 14 где-то так сейчас еще один 14 или 15 тоже зелененький. Ну, округлим до 15 это не суть важно. Мне надо примерно понять сколько их вообще. тоже какой-то зеленый, золотистый, красивый очень. Зелено-золотисто-оранжевый. Обалденный жук. Мелька, смотри, что. Мель, мель, мель. Мелечка, кошка, смотри, кто это. Жук красивый. Любопытный кошачий морд. Так, запускаем вот этого жука. Запускаем легким движением руки. Сейчас не отцепляется. Вот, к остальным. Пытаются они улететь. Бегают вон, пытаются лететь на воле. Жуки, конечно, разные прям. Даже не знаю, что с этим делать. Стоит их рассаживать по цветам или не стоит. Подумай об этом. Пока пускаю так. Сюда здесь все. У меня еще аердзене окуклились. Скоро их тоже надо будет думать, куда сажать. Место дефицит. Так, еще кокон, по-моему, закрытый. И вот еще один крендель. самец, по-моему. В общем, из какой-то партии жуки получились вот такие мелкие какие-то с морщинистыми крылышками и вот такие вот изумрудно- желтые. А из другой партии получились крупные зелено- оранжевые. Кто-то прямо хочет отсюда улететь. Вот этот вот большой, наверное. Так. Это перебирать эту землю. Конечно, это надо было уже давно сделать, но у меня, честно говоря, было лениво. Я ждала, пока все вылупятся. Вот еще один. Много жуков-то. Много навылуплялось. Тоже крупный зеленый такой вот оранжевый. Зеленый красноватый. Красивый очень. Это, кстати, наверное, тот жук. Один у меня здесь такой. красавец, который отличается от всех остальных. Сейчас я вам покажу. Наверное, это он. Это видно, он чуть-чуть зеленее остальных. Хотя не знаю, может, они он. Вот эти, конечно, очень огромные. Красивые. Да, это, по-моему, тот, который самый зеленый. Вот этот. тот. Так, я, короче, в общем, считать их бесполезно. Я опять забыла, сколько кого. Это 115, даже чуть больше, по-моему, было. Я больше никого здесь не вижу. сейчас посчитаю оконы дырявые. Так, 5, 5, 10, 15, 16, 17. Одного я нашла. Нортон, их там 16 штук. И еще вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 коконов закрытые. Я их тоже сюда уберу. Буду смотреть за ними, как они там будут вылупляться. Положу их вот сюда к стальным. Я думаю, скоро и эти коконы тоже вылупятся. И жуков будет 21 несколько. 22. 22 жука смотрите, один уже пытается сбежать. Только переселила, он залез по кормушке. Куда? Куда ты бежишь? так, сейчас они мне тут строят побег. Он летит, летит. Почти вылетел из домика. вот, вот, у них достаточный слой грунта, земля влажная, буду в общем смотреть за ними и ждать личинок. так вот. Буду разводить этих тоже. Хорошие жучата, красивые. Рассаживать я не вижу смысла по цветам, те зеленые и эти зеленые. Буду их хорошо кормить, я думаю, в следующем поколении все будут такие жирненькие, сильные и красивые, как вот эти вот шустрые ребята. Бежит, бежит, бежит. Прямо зеленый. В общем, вот, это наши последние жучиные новости. Сейчас я им пойду положу банан и кабачок в кормушку и будут они тут жить и плодиться. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми роликами, еще будет много жуков и рептилий и кошек и вообще всех подряд. Вот, оставайтесь с нами и всем привет от жуков! и все с вами на наш канал,